Девушки отдыхают Катя Гончаренко Привет, всем привет, спасибо Меня зовут Савва от шоу Изви Здесь звучат только позитивные новости Поехали Начнем со свадеб Хорошо, давайте начнем Со свадеб, Екатерина С 12 по 19 мая на Всероссийской выставке Россия прошел первый Всероссийский свадебный фестиваль Как много слов Россия в этой новости Что такое свадебный фестиваль? 500 команд со всей страны и ближнего зарубежья Приехали Лучшие из них попадают в высшую свадебную лигу Чуть похуже в премьер свадебную лигу Ну а кто-то в лигу свадеб на ТНТ Это немножечко не тот фестиваль А, не тот фестиваль, я только этот знаю Это свадебный фестиваль, приуроченный году семьи В день старта одновременно поженились Более 150 пар Из разных городов страны Более 150, сколько точно? 151 Вот, мы всегда за правильные цифры Целую неделю на главной уличной сцене Выставки проходили театрализованные шествия Концерты, представления Даже женились люди Вот это да! Давай поженимся в реальной жизни Давай поженимся лайф Каждый день фестиваля посвятили Одному из этапов свадебного обряда Какие этапы есть? А какие этапы есть в свадебном обряде? Выкуп невесты Это обряд, действительно Да Так, потом, значит, все едут фотографироваться на Воробьевы горы Так Потому что очень красивый вид, там всегда туман А потом ты едешь в парк Горького зачем-то А затем уже в ресторан Все И драка Ну драка, наверное, в последний день Как пойдет, Кать? Смотря чем закончится выкуп И сколько люди выкупали перед этим О, выкушали, извините, перепутал Так, хорошо Всероссийский свадебный фестиваль Самая массовая и межнациональная свадебная церемония в стране Которая попала в Книгу рекордов России Вот опять же, смотри Подставь драка вместо свадебной церемонии Все так же работает Самая массовая и межнациональная драка в стране Ну просто свадьбами всегда какие-то стереотипы связаны Понятно, что этого уже давным-давно нет Ведь давным-давно нет же, да? А свадеб нет? Драк на свадьбу А Ну это же и хорошо Это очень здорово На твоей свадьбе была драка У меня не было как таковой свадьбы Ну, роспись была В кинотеатре, куда бы пошли, как бы никто не дрался на кунг-фу-панду Вы могли подраться Женись не я стою Ну, потому что, ну, хоть какие-то свадебные традиции должны были быть На всероссийской свадьбе выступили знаменитые артисты Первый танец молодожены дружно исполняли под песню Юлианы Карауловой Неожиданно, да? А под какую, интересно? Под внеорбитные? Ну, у него одна Миллионы глаз смотрят на нас Тем более, там действительно миллионы глаз Выступали для них также Ирина Дубцова Я к нему поднимусь, это как раз про выкуп, Кать Когда по этажам люди идут, а там расклеены красивые бумажки Только там нужно к ней петь Все в стихах Алексей Чумаков Алексей Чумаков А что он поет? Счастье Девушка, девочка, женщина Это вот как раз про этапы, да? Да, и тоже подходит Полина Гагарина Полина Гагарина Я бы хотела на свадьбе Тысячу раз в секунду Спектакль окончен Это, между прочим, про женихов, да Потому что все, мальчишник прошел, дальше только семейная жизнь Кроме того, в рамках церемонии в новые семьи Передали огонь всероссийского семейного очага «Сердце России» Вот это круто Потому что очаг этот должен гореть всегда Потому что корабль по виде любовь, отправившийся с причала по имени семья У него в топке всегда должен гореть огонь Счастье совместного, поддерживаемый двумя сторонами А еще потому что зажечь свечу – это дешевле, чем устроить фейерверк Тоже верно И человек, который попадет на эту свадьбу на ВДНХ, скажет Я на 150 свадьбах ел Идем дальше? Давай Перейдем от свадьбы, от семьи к работе Потому что две важнейших вещи в жизни человека Соискатели на работу начали проверять с помощью детектора лжи, карт-таро и гадалок Как мы от технологии в средние века, да, ушли прямо в рамках одной новости Больше трети российских работодателей считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе при найме Ну окей, ладно При поиске будущих руководителей многие нередко ориентируются на подсказки тарологов или астрологов Это помогает определиться с кандидатурой наверняка, считают работодатели Причем это в каких-то НИИ, скорее всего, да? Когда берут тебя на работу, да? Встали из плавов и не стульбают Получается, теперь если хочешь куда-то поступить, в какую-нибудь должность классную, нужно подкупить гадалку Ты что, гадалки – это люди, которые не подкупные, они исключительно? Я тебе серьезно говорю, ну все прогнозы они дают исключительно, потому что этим даром надо делиться Кстати, ты когда меня принимал на работу, мы с тобой не проверяли вот эту совместимость на таро Да, потому что мы оба вменяемые люди, Екатерина Смотри, я тебе предлагаю небольшой интерактив Давай, интерактив – это моя вообще любовь Откуда ты достала этот интерактив? Мы сейчас с тобой будем играть Играть? Отлично Это не вот в дурака? В двурака не будем? Нет, хотя здесь тоже есть карта дурак Тут еще и дурак есть просто, поэтому вообще легко играть Я тебе предлагаю вытянуть несколько карт и проверить, наш с тобой совместительность Давай, хорошо Давай сразу пять Ты же, Катя, катальная карта Давай Так, хорошо, давай, раз, два Можно из разных этих А, я не знаю правила, Катя, хорошо Три, все, достаточно три карты? Давай теперь будем смотреть, что они означают Я это делаю в первый раз Так Берем первую карту Давай, что это? Десятка пентаклей Вообще, пентакли – это деньги Смотри, что здесь написано Так Долгожданный успех, высокий достаток, домашний уют, полнота жизни, стабильность и богатство Как материально, так и духовные возможности для реализации идей У нас, значит, должно шоу вообще миллионы зарабатывать Ну, Кать, видишь, если бы ты это сделала на старте нашего проекта, уже бы все произошло Вот почему именно сегодня, когда пятый год идет шоу «Известь» и вот сейчас посыпятся все, посыпятся бабки, наконец-то пойдет жара Ты думаешь? Ладно, давай дальше, следующую карту Давай Шестерка жезлов Это так работает? То есть ты просто называешь любые слова Девятнадцать коробок Восемь с половиной ужей Это означает, что тебе пожить Мне всегда кажется, что это нужно просто произносить вот так, типа, магически Да, тогда это все работает Ну, ты очень убедительная гадалка Ты, во-первых, брюнетка Кать, большинство гадалок, они говорят брюнетки А за твои зеленые глаза, не зеленые Не зеленые, ну, у тебя зеленая кофта, Кать, за твою зеленую кофту, черта удалите Успешное завершение дел, достижение цели, получение желаемых результатов, признание заслуг, хорошие новости, исполнение... хорошие новости Кать, попадание вообще стопроцентное Ну, работает Вообще за жезлы у нас отвечает Михаил Черников, это глава ГИБДД РФ, поэтому все жезлы это к нему Последняя карта Давай Императрица И там шаляна... ну, что могла еще вытащить Екатерина, императрица нашей программы Так, и что там пишут? Счастье в личной жизни, замужество, рождение ребенка, крепкий стабильный брак, гармония, взаимопонимание, новый проект Ну, видишь, где-то есть попадание, на 15% эти карты не врут Творческая энергия, материальные блага, или блага Ну, блага, наверное, Кать Это вообще заготовки под тосты, ребят Это просто тосты Вот, смотри, я вот достал двойку жезлов За перспективы карьерного роста За начало новых проектов, новое сотрудничество И желание изменить жизнь Мне нравится И дай-то бог Давай, Кать, все На этом и закончим эту прекрасную новость Давай дальше В России упал спрос на детские лагеря у моря А почему? А потому что люди перестали покупать путевки своим детям Пусть сами берут, они едут Я что вообще за это... Люди сообразили, взрослые, что зачем я горбачусь на путевке, по которым отдыхают даже не я Ну да Все, иди сам зарабатывай А так, в принципе, работает с детьми Спрос снизился на 20%, это на одну пятую Получается так Отправить свое чадо петь батарейку у костра в Краснодарском Грайс Сейчас стоит от 70 до 120 тысяч рублей А что это за формулировка? И почему они решили, что дети... Ну, это такое... Я давай напомню создателям этой новости, что сейчас 2024 год И дети у костра, это вообще уже сомнительное мероприятие Но они поют батарейку группы... Жуки? Серьезно? Нет, но они поют за деньги, да, за деньги, да За 70 тысяч, за 120 тысяч Да, кстати Эту путевку мне мать купил Но в целом да Бать купил Бать купил Ну смотри, причина заоблачных цен Подорожание продуктов, коммуналки и обслуживание оздоровительных лагерей Всего-то? Это что за отговорки? А, подорожание продуктов у директора лагеря Да Подорожание коммуналки у завхоза Угу И всех остальных Ну, это понимаешь, потому что лагеря у моря, да? Соответственно, дорого А есть же поскромнее, подешевле Да Где-нибудь в лесу Чистое поле Тайга В тайге, а? Бесплатные лагеря вообще есть Ты так говоришь Куда лучше, конечно, не ездить Смотри, я в детстве ездила в лагерь практически каждое лето Так Сначала я ездила в спортивный лагерь Орленок в Шелиховском районе Так У нас там была в 7 утра первая тренировка То есть мы бежали кросс Я не знаю, сколько там километров Тогда не было вот этих GPS-трекеров И точек не было Сто лет назад Где упал, там и закончил Да, мы бежим кросс, а люди уже просыпаются Нормальные люди просыпаются, идут на завтрак После завтрака у нас вторая тренировка Потом мы убираемся на территории лагеря А потом после Потом убираются вожатые И к 7 утра они как раз уже опять в строю Да, потом обед, потом опять тренировка И потом уже свободное время И как отдохнуло? Офигенно А потом я перестала ездить в спортивный лагерь И начала ездить в скампу Можно же и дома бегать, в принципе Зачем куда-то далеко ехать? Просто 7 кругов вокруг многоэтажки И все, считай, отдохнуло Да, потом я ездила в скаутский лагерь Это когда выезжают с палатками Так Тогда это все было классно, круто Вот это вот есть тушенку С жижей из макарон Это и сейчас неплохо, Катя, тебе могу сказать В целом Так же в победе кормят Ну да Ну я просто представляю, что у нас там не было Думаю, мылись в речке Воробушка ты мой Да А вот те, кто хотел посвятиться в настоящий скаут Они вообще на 3 дня уходили в лес Там у них было И в принципе многих из них до сих пор не видели Они там просветляются до сих пор А потом меня отправили в лагерь В Англию в скаутский Там знаешь, какое было посвящение Вот это у тебя скачок, конечно Из леса с комарами в Англию Ну там тоже жили в палатках То есть в России для того, чтобы посвятиться в скауты Нужно на 3 дня уйти в лес А в Англии нужно просто сделать вот так И постоять, пока идет гимн Все Ну конечно, поэтому они не могут выжить в лесу Да, они там вообще слабенькие все Вот это вообще где можешь пригодиться в целом? Вот так правильно Все, это только в голодных играх показывали Но больше нигде это не пригодится никогда в жизни Короче Ну я вообще ни о чем не жалею Я себя считаю теперь закаленным человеком И я могу разжечь теперь костер за одну спичку Я был два раза в своей жизни в пионерских лагерях Ну в обычных детских лагерях И это было всегда круто Это было оба раза в Орленке Это было прекрасно О, а я ездила в океан во Владивосток Ну вот Ну да, но там все так было как бы типа лакшери, цивильно Там даже душ был Ну кому это? Что это за лагерь вообще? Вот когда мы жили в коробке из-под телевизора Грюнтик две недели Вот это был, конечно, отдых Блин, лагеря это круто Отправлять своих детей Пусть они познают жизнь Ну что, а теперь наша классическая рубрика Я пытаюсь рассмешить Катю Она мне дает новость И мы посмотрим, на какой шурке она все-таки расколется Индонезиец через 12 дней после свадьбы Узнал, что жена мужчина До этого он всегда был к ней только спиной Индонезиец через 12 дней после свадьбы Узнал, что его жена мужчина Потому что этим злополучным утром они брились вместе Я сразу представила Да, картинка такая себе, как на Евровидении В Японии арестовали одного из лидеров Якудзы За кражу коллекционных карточек Покемон Кстати, в прошлый раз его взяли за то, что он пририсовывал писюны Пауэррейнджерам Кстати, лидером Якудзы он был только потому, что больше ни у кого столько карточек не было Блин, вот про Якудзы все смешно Идем дальше Ивановским спасателям запретили материться во время работы Ну вот это да, сказали ивановские спасатели Ивановским спасателям запретили материться во время работы Поэтому не все те, кого спасают, с первого раза понимают, что именно надо делать И давай прочитаем шутку от зрителя? Давай, вот от Лизы Пономаревой, например В России начался конкурс «Дерево года» Победил мужик, напившийся в дрова Отлично Мне кажется, очень хорошо Вот такие шутки от вас, друзья Спасибо за ваш креатив Мы всегда рады его почитать Это было шоу «Известь» Программа, где звучат только позитивные новости Чтобы нам не говорили карты Катя Кончаренко И восьмерка кубков Святослав Савченко Действительно, это я Мы увидимся буквально через несколько дней Потому что в мире еще очень много хороших новостей О которых мы хотели бы вам рассказать Все, пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok